Девочки, всем привет! С вами Сакура и сегодня у нас пустые баночки. Ну, наверное, даже не то, как пустые баночки, как такая мини-зачистка уходовых средств и парфюмерии. Давайте приступим. Первое, что хочу вам показать, это шампунь от марки Percy & Reed. Это у меня шампунь для тусклых и ослабленных волос. Сейчас вы поймете, в чем прикол. Вот в таком состоянии у меня шампунь. Здесь у нас вот такая вот крышка была. То есть она, вы могли видеть, у меня бальзамы такие, покупки я вам показывала. Здесь, в общем-то, она так крутилась, выезжала. Но мне пришлось просто вскрыть эту крышку, потому что невозможно было пользоваться. Через эту дырочку шампунь очень-очень густой. Надо было, не знаю, наделиться на определенное место, куда-то со всей дури нацеливать эту дырочку, давить двумя руками, потому что продукт добыть просто нереально. Но отвратительная упаковка, при том, при всем, что шампунь меня поразил, он очень сильно крутой. Он очень густой, мне хватило его на месяц. Это достаточно долго, даже он у меня еще не закончился, я остатки вылила в маленькую баночку. Шампунь очень густой, он очень концентрированный, он очень хорошо очищает волосы, пенится, мылится, приятно пахнет, просто крутой. Настолько меня не цепляли шампуни давно. Но суть в том, что вот из-за такой отвратительной упаковки я задумаюсь, стоит ли покупать, тратить более тысячи рублей, хотя продукт он стоит этого. Ну, упаковка просто отвратительная, я не знаю, ну просто издевательство какое-то. Далее снова та же упаковка. Но это уже у нас Petal Fresh, так, средство для волос, кондиционер. Девочки, тут, в общем-то, все сдерлось, тоже вот эта вот дебильная крышка с этой дырочкой. Продукт был очень густой, приобретала я по скидке за 200 рублей. Но честно, он стоит 800-400 рублей, полная его цена, он и 200 рублей не стоит. Но столько плохого, отвратительного средства я не встречала. Вот как его предыдущий собрат в прошлом году у меня закончился, с этим продуктом волосы становятся еще более запутанными, более жесткими, более непрочесанными. То есть все ухудшается в много кратко, и как его добило. Аромат неприятный, пахнет вроде бы цитрусом, но каким-то неприятным, едким, как какое-то дешевое средство для мытья туалета, вот серьезно. И был такой прикол. Я, в общем-то, сижу, играюсь с ребенком и сужу отвратительный аромат. Но не могу понять, откуда он идет, думаю, неужели мой кот так тихенько пошел, сходил в лоток, что я не заметила? Нет, там никакой кучки не было. Думаю, ну неужели дочка моя в памперс напудила? Смотрю, нет, а потом, опа, да это же пахнет от моих волос. Так, короче, отвратительный запах, отвратительное средство. Блин, кошмар. И упаковка, упаковка просто ужасна. Далее. Из пустых баночек у меня вот такое вот потрясающее средство от L'Occitane. Это у нас молочко для тела с миндалем. Потрясающий аромат, ни на что не похожий, волшебный. Стоит этот продукт достаточно дорого, 4000 рублей. Но, поверьте, он того стоит. Когда-нибудь я раскошелюсь и куплю его. Потому что, ну этот аромат, это просто вот чувствуется, что это что-то дорогое, великолепное. Ни на что не похожее. Кожа потом гладкая, ухоженная. Ну такая, ну просто, ну я не знаю. У меня нет слов высказать. Потому что я вот пробники такие получаю к заказу, к покупкам от L'Occitane. И всегда восторгаюсь этой серии. Потому что на великолепнейший вот крем для рук я покупала. Он был просто безумно вкусный, безумно замечательный. Далее два мыльца от Evroche. Олива и Петя Крин. И так-так-так, лесная земляника. Ну мои любимые ароматы, моя любимая мыльца. Что могу еще сказать? Ну, нет слова. Оно замечательное, но в принципе не особо дорогое. Не раскисает, хорошо мылится, замечательно пахнет. Сто раз уже про него рассказывала. Всегда мы его, в общем-то, берем. Далее это все из пустых баночек. Далее зачистка. Выбрасываю я отвратительный продукт от Evroche. Значит, это у меня лимитированная коллекция. Парфюмированное молочко для тела. Ароматный чай. Вот он. А знаете, почему выбрасываю? Потому что, вот знаете, я не понимаю иногда производителей. Есть у вас замечательная формула прекрасного молочка для тела из серии Pleasure Nature. Да используйте вы эту же формулу, просто добавьте другой аромат. Вот вам будет лимитка с потрясающим вкусным ароматом. Да, здесь аромат классный. Действительно, аромат чая с лимончиком охлажденного. Вкусненький, приятненький. Все нежненький. Замечательно. Но это молочко, оно... Я не знаю, как даже описать. Это какой-то жир, который плохо очень впитывается. Вы вот так вот наносите, и получается такая белая полоса. Да вы вот так вот крошечку нанесите. Вы потом эту полосу растираете, растираете, чтобы это впиталось. Одеваете штаны какие-то домашние. То есть, ну, оно все равно чувствуется, что не впиталось через 10, через 15 минут. Какое-то потом такое тело неприятное, влажноватое. Как будто бы... Как будто бы, знаете, вы не только что помылись, а наоборот не мылись. Там, я не знаю, на сколько времени. Отвратительное молочко. Я его попробую кому-нибудь предложить. Может быть, у кого-то более сухая кожа у нас идет. Но я не знаю. Это просто гадость. Ну, невероятная гадость. От Эвраши я такого не ожидала. Серьезно. Поэтому я пользоваться этим не могу. Далее, от Мнисо. Избавляясь от такого вот спрея с ромашкой. Ну, это такой освежающий спрейчик. Там вот ромашка, гомомелис, такие какие-то травки в составе. Функция его в том, что... Ну, вы распределяете по типу термальной воды. Вот что такое освежающее. Но, как и все продукты, типа тоников, тонеров, термальных холод, все. Это тоже на мне липнет. То есть, у моей кожи получается переизбыток этих веществ. Пора расширяется. Лицо липкое. В общем, я не буду этим пользоваться. И больше, наверное, подобные штучки покупать не буду. Далее, несколько ароматов, которые я тоже хочу исключить из своей коллекции. Хотя, знаете, у меня есть такие ароматы, которыми я не пользуюсь, но которые у меня есть. И мне по приколу то, что они у меня стоят из-за какого-то, может быть, дизайна прикольного. Либо же это лимитка. Ну, в общем, либо же нет в продаже. Но есть такие ароматы, которые просто я не вижу у них смысла. Так как пользоваться я ими не буду. А какой-то ценности для коллекции они тоже не несут. Поэтому хочу кому-нибудь предложить. От Минесо. Флиппет. Недавняя моя покупка. Здесь пахнет... Знаете, это такой новейной императрицей издалека. У меня есть императрица. Но... Тут тоже какой-то такой аромат персиков. Дурацкий флакон с сердцем просто отвратительный. Я не знаю, зачем я приобрела этот набор. Серьезно. Потому что, ну, я несколько раз на себя нанесла дома. У меня это не понравилось. Чувствуется, что что-то дешевенькое. Чувствуется, что что-то не в моем стиле. Все-таки мне не нравится. Поэтому я попробую кому-нибудь предложить. Хотя у меня есть от Минесо аромат водолей за 150 рублей. Вот он прекрасный, вкусный. Но это нет. Далее от Минесо. Шарминг жасмин. И тоже хочу кому-нибудь предложить. Потому что аромат жасмина абсолютно это не мое. Не люблю. Мне не нравится. Не знаю, чем я думала, когда я приобретала. И далее от Лорен Косметикс. То есть Литуалевской. Сети вот такой Love Begins. Он у меня уже кот. Я им не пользуюсь. Пользоваться не буду. Какой-то такой, знаете, свежий цитрусовый аромат. Это абсолютно не мое. Мне не нравится. Чувствуется, что это бюджетно. Чувствуется, что это невкусно. Чувствуется, что это не мое. Может быть, кому-то понравится. Я просто люблю сладкие ароматы. Точные ароматы. Но это абсолютно не в моем духе. Поэтому тоже год стоит. Ни разу не воспользовалась. И думаю, не буду пользоваться и в дальнейшем. Это все. По поводу зачистки какой-то. По поводу пустых баночек. Хотелось, наверное, вам вот эти зачистки показать. Потому что я попробую кому-нибудь эти продукты предложить. Зачем они у меня будут такое долгое время лежать. Всем спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока. С вами был Игорь Негода.